Привет-привет всем, кто заглянул на мой канал, меня зовут Лена Босс, и сегодня у меня обзор посылочки с чипбордом, но посылка необычная. Во-первых, она как бесплатная, да, прислана мне на обзор, это раз, а во-вторых, это иностранный чипборд, а именно чипборд из Казахстана. Магазин называется Charisma Handmade, но единственное, что на английском написано. Я посылочку еще не открывала, сейчас будем вместе с вами смотреть, что же там за чипик мне пришел. Я была очень удивлена, когда хозяйка этого магазина обратилась мне с предложением прислать мне чипборд на обзор, потому что у меня все-таки аудитория преимущественно российская, а мало кто, наверное, будет заказан из-за границы, хотя, наверное, чипборды не так дорого стоит отправлять. Но выяснилось, что когда мне пришла посылочка эта, я упомянула об этом в сторис, что у меня много девочек все-таки из Казахстана откликнулись, и что они знают этот магазин и очень хвалят его, и сказали, да, что это первый магазин производства чипборда в Казахстане и очень классного качества, поэтому мне еще вдвойне стало дико интересно посмотреть, что же там за классный чипборд. Пришел у меня такой пакетик, я его только сейчас вот скрыла, вот, харизма, надеюсь, я правильно произнашиваю это слово. Так, запакованный в крафт, так симпатично. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я уже вижу шестеренки, девочки, мне их так сейчас не хватает, я почти все шестеренки чипбордные потратила. А, это так круто! И вот антибордик. Здорово, я уже вижу тут шестеренки, как уже... А, еще и трубы, блин, как круто! Это мне сейчас в моей работе так пригодится, здорово! Сейчас давайте посмотрим, достанем. Тут вместе с основой целая установка какая-то, всякими трубными и трубами какой-то технический отсек, знаете, такой крутой. Здорово, мне сейчас в моих гранж-работах это прям супер-пупер пригодится. Такой чипик, он стандартной толщины, наверное, 1,2 мм. Как вам сказать, с лицевой стороны немножко желтоватости, вы видите, есть. Но, в целом, ничего такого критичного для, вообще, такого плана. Этот чипборд я, наверное, только заштампую, чтобы был в теме не совсем белый для гранжа, да. Вот, кстати, сайт написан на самом чипборде. А так, в принципе, для покрытия будет вообще отлично. А обратная сторона вообще почти белая. Здорово, мне нравится. И все легко, вот видите, вынимается тут. Сейчас уже не буду вынимать, потому что мне еще им пользоваться. Все в индивидуальной упаковке. Один набор. Вот такой набор тоже стимпанковский. Всякими шестеренками и воздушным шаром. Ну-ка, ну-ка, доставайся. Доставайся. Вот так. Такой чипик. Но, опять же, вы видите, да, цвет немножечко желтый. Ну, это кому как. Сколько раз я говорю о том, что я люблю там очень белый чип. Столько же мне человек говорит, что нет. Мы все любим желтоватый чип и тому подобное. Я не скажу, чтобы он прям желтый или горелый. Но немножко есть то, что вы это все прекрасно видите. А так, конечно, сами дизайны. Мне очень нравятся сердечки вот эти вот. Тут столько разных завихрений прикольных. Шестеренки, смотрите, все разные. Со всякими внутренностями. Разнообразными. Цепочка. Цепочки вообще из чип-борта. Из чип-борта у меня вообще не было. Вот такая, как бы, стрелочка, да. Часы песочные вместе с шестеренками. Ну, тут фантазия, конечно, у автора поработала. Делился небольшой кусочек. Ну, это чип-бортная здесь шестеренка. Это основа. Следующий здесь наборчик. Ой, тут сразу несколько наборчиков. Блин, опять у меня столько чипа. Здесь надписи на русском языке, да. Выдержание чуда. Наша доченька. Наше солнышко. Собственно, здесь надписи на русском для девочки. И они все с такими бабочками прикольные. Бабочки отдельные есть. Следующий чип тут вообще какой-то очень... А, стойте. У меня здесь вот еще был наборчик этого. Вместе с этим лежали. Здесь птички вот такие симпатичные. Тоже с резкой сверху. Интересно. Они прям такие живописненькие, как будто рисованные. Здорово. И Винни-Пух и Пятачок. Как круто. А, даже и Ослик и А есть. Два Винни-Пуха, Ослик и Пятачок. Поднимайся. Вот такой тоже с резкой. Можно будет сделать какой-нибудь миник на эту тему. О, здорово. Мне очень нравится. Не часто встретишь героев наших мультиков. Здесь большой-большой пакетик с различным цветочным. Вижу чипом, да. Красиво для каких-то растительных тематик. Эко-работ. Альбомов в эко-стиле или летних. Будет вообще супер. Очень-очень так круто проработаны. Сверху еще нарисованы вот эти вот цветочки. Я такого вообще еще не видела. Мне очень нравятся, девочки. Так здорово смотрятся. Как будто это прям высечки. Или натуральные сушеные цветочки. Вот так их все убрать будет. Основу супер будет. И то, что они такие неровненькие. Добавляет шар мой. Тут будет, наверное, мой пока фаворит. В этой посылочке. О, ягодки! Сколько здесь, блин. Теперь я хочу еще и эко-альбом сделать. Обязательно. Вот какие ягодки. Просто чеборты. Чеборты с резкой сверху. Такой контур повторяют. Но тоже в таких-то русик или эко-стиле работ. Будет отлично. Прямо даже покрывать ничем не надо. Здорово смотрится. Следующие цветы. Я, к сожалению, плохо разбираюсь в цветах. И не могу сказать вам название. Здесь вот только есть сайт и артикул. Но здорово смотрятся. Они вырезаны по контуру. А сверху это просто гравировка. И листики к ним. И листики таких размеров. Кстати, цветочки небольших таких размеров. Внутри альбома тоже можно вставить вот этот красивый. Супер. Я такая довольна. Я даже не ожидала, что здесь столько красоты. И такой уникальной красоты. Где я не видела что-то подобного. Такие ягодки. Вот это уже можно применить в каком-нибудь либо кулинарной книге. Либо альбоме о лете. Все, я собираюсь сделать наш летний альбом. С коллекцией от Мистера Пейнтера. Сказки Августа. И вот эти вот чуборды, конечно, не очень подойдут. И вишенки, черешенки. Там у нас даже фотографии есть. И это, наверное, малинка. Красивая с малиной есть фотографии. И вот эти вот все тоже пойдут туда. Я думаю, будет такой чуборный летний альбом. Теперь у меня даже немножко задумка поменялась. Раньше я думала больше такой сделать. Типа тревела. А теперь прям хочется уже полноценный альбом. Осталось только распечатать фотографии. Вот такие венделя. Завитушки различные. Тоже больше, наверное, для каких-то свадебных либо винтажных работ. Сейчас вот у меня пришла бумага от графики 45 детская. И я думаю, вот эти вот венделя туда тоже будут в тему. Так что даже, наверное, их туда и положу. Чтобы у меня конкретно папочка с материалами копилась. Которые точно туда пригодятся. Чтобы потом не забыть, что у меня есть подходящие материалы. И вот такой забавный чип. Вообще хочется страничку какую-то сделать с этими кактусами. На таких широких, как их назвать, уже кашпо, да. Крутых в современном стиле. Кстати, у Painter тоже есть коллекция. Семейный альбом, по-моему, что-то такое. Или семейное что-то. И там подобные кактусы есть рисованы. И вот в тему будет туда же вот эти вот и чипбордные кактусы. Здорово. Мне нравятся тут такие иголочки меленькие. Круто. Вот такая круглая-круглая рамочка. И с ней надо быть даже поделикатнее. Потому что она вся такая резная-резная. Серединка красивая так вынимается. Ее тоже можно где-нибудь в слоях будет применить. Потому что у нее край красивый. И даже негатив весь вот по краю тоже можно весь применить. Потому что такой цветочный-цветочный. Тоненькие-тоненькие узорчики. Поэтому надо аккуратнее быть с чипом. Но вообще смотрится здорово. Ягодки тут и цветочки, и листочки. Опять же, для этого альбома, скорее всего, у меня и пойдет. Надо быть, не забыть сейчас убрать. Еще у меня здесь заготовочки какие-то. Для шейкеров нет. Вот это точно, по-моему, для шейкера. Да, давайте я сначала посмотрим. Это новогодний шейкер-олень. Блин, как круто. Он такой большой. Тут даже можно фотографию вставить. Здесь есть пленочка. Смотрите, это здорово. Не все производители чуборда к шейкерам кладут пленочки. Есть основа. Она как бы с кругляшком. Но видите, он прорезанный. И это вообще супер. Потому что можно сделать вообще сквозной шейкер. Например, на обложке будет у вас вот эта вот голова оленя. Один кружочек будет. И сверху между ними будет пленочка. Потом у вас обложка будет насквозь прорезанная. И с той стороны на форзице будет еще одно колечко. Единственное, что пленочка одна. Надо будет еще одну пленочку вырезать. И будет у вас такой крутой шейкер. Куда можно будет еще и ставить фотографии. Например, здесь сделать уголочки. Которые будут сверху накладываться на наши отверстия. И будет такая крутая фотка. Я, наверное, так и сделаю. Потому что мне очень нравятся вот эти вот рога и ушки. Напоминает мне лосяши из смешариков. Ну, и этот кружочек тоже пригодится. А если вам не нравится делать там сквозной, да, оставляйте вот этот кружочек. И вот у вас основа шейкера есть. И здесь еще что-то подобного плана. Прозрачные какие-то цветочки. Тоже шейкер. Посмотрите, офигеть. Вот такого я точно еще не видела. Вот с кружочками-то были шейкеры. Но вот цветы, чтобы в основе был цветок с гравировкой. Смотрите, вот эта часть вынимается. Я даже... Какой-то шейкер-конструктор можно сделать, да? Чтобы вынуть вот эту вот часть. Я такого не видела. Из нее наслоить, например. Цветок оставить. Давайте я попробую вынуть вот этот вот цветочек внутри. Здесь два. Две оболочки, да? Как-то еще вот так. Ну-ка, сейчас найду, где у нее. Так. Вот. Вот эта вот часть. Вот так сделается. И еще здесь есть пленочка, которую тоже надо подобрать, как подходить будет лучше. Она не матовая, потому что она в пленке еще защитной. Пленочка в пленке. Ну-ну, где вот эта вот часть? Может быть, надо в зеркале точно вот так. Вот так собирается шейкер. И сверху еще вот такой цветочек будет. Или это не он? Ну-ка. Сейчас изображу. Да. Вот. Я собрала, представляете? И там внутри тоже цветочек. Но его можно и вынуть. Будет сквозной шейкер. Ну, вообще супер. Такого конструктора шейкера я еще не видела. Из него тут можно. Или просто это использовано, чтобы место, да, не пропадало, как круглая цветочка. Или использовать в шейкере. Ну, здорово. Такая вот чаясь внутренняя получается. Супер. Собери конструктор лего. Вот такая посылочка ко мне пришла из Казахстана. С типбордом от Харизма Хэндмейд. И я уж, как сказала, мой фаворит, наверное, все-таки вот этот вот набор цветочный. Красивый-красивый. Наборы с шестеренкой и стимпанкой вообще не обсуждается. Это уже сегодня вечером пойдет в работу обязательно. Ну, и на это все вы уже видели. Я расписала планы. Поразил меня вот этот вот шейкер. Своим универсальностью дизайна. Делай с ним что хочешь. Какая хочешь. Тебе нужна форма. Или куда ты будешь это использовать. Вообще, куча вариантов. Ну, и вот этот вот шейкер сквозной с оленем. Тоже на новогодние какие-то работы. На детский альбом будет супер смотреться. Единственное, что отражается моя лампа. Такой вот чеборд. Ссылочку я оставлю на магазин. Девочки из Казахстана, обязательно обращайтесь. Я думаю, из России, кто там близко живет, тоже до вас быстро отойдет. Для меня, по-моему, недельки две шло. Может быть, чуть меньше. Но это тут у меня в Москве тоже так задерживают сильно. Мне из Москвы по 10 дней идет иногда посылка. Хотя тут 10 километров у меня до Москвы. Спасибо вам большое за просмотр. За то, что ставите лайки и комментируете. Всегда рада. Рада, что вы смотрите меня. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока.